всем привет рада видеть вас на канале колыбель искусства с вами мирослава сегодня видео урок будет посвящен шкатулке мы будем делать шкатулку для этого нам понадобится деревянная заготовка декупажная карта и меловой акриловой краски будем немного золотить поэтому поталь листовая и жидкая но полный перечень как всегда материалов которые мы будем использовать будет ниже под видео будьте внимательны читайте внимательно следите и приступим на первом этапе работы мы будем наносить грунт на всю поверхность шкатулочки и в середину также обязательно тоже все загрунтуем заготовки я приобретаю в одном и том же месте они очень хорошего качества полностью готовы к работе никаких сколов неровностей я не встречала на этих заготовках поэтому никакой дополнительной работы с ними проделывать не буду у меня есть возможность сразу нанести грунт и приступать дальнейшем дальнейшем декорирование где я приобретаю заготовки обязательно ссылка будет ниже под видео так грунт грунт я использую обычный универсальный грунт а вот на основе кисточкой наносим также можно использовать поролоновую губку как вам удобнее так грунт грунтом покрыла я полностью всю поверхность шкатулки внешнюю внутреннюю сейчас он немножко подсохнет и еще один слой я нанесу непосредственно на крышку там где будет клеиться декупажная карта и хорошо все просушу поверхность вся хорошо высохла и сейчас необходимо пройтись наждачной бумагой мелкозернистой моем случае она на мягкой основе можете использовать любую главное чтобы зерно было не грубое а достаточно мелкой средней не совсем которая шлифует вот после лака вот среди средней жесткости и хорошенько все пройдитесь убираем пыль после этого поступаем к дальнейшим работам сейчас проходим вся поверхность пройдена наждачной бумагой я убрала всю пыль она ровная приятная на ощупь следующий этап это приклеивание декупажной карты крышки я использовала вот такие закупажные карты совершенно замечательно очень удобная в работе очень большой выбор поэтому пожалуйста приходите к нам в магазин и выбирайте по своему вкусу и усмотрению какие вам необходимы я вырезала из большой декупажной карты вот уже ту форму которая мне нужна и сейчас я буду увлажнять и клеить к поверхности сам начале наносим декупажный клей на поверхность берем воду с двух сторон увлажняем бумажным полотенцем сейчас файлик используйте любую любой плоский инструмент это может быть карта может быть силиконовый шпатель что у вас есть под рукой и под середины к краям прогладить чтобы убрать лишний клей брать воздух и сверху снова надо пройтись клеем под середины к краям не забывайте если у вас бумага немного вышла за края пройдитесь наждачной бумагой по углам и уберите аккуратно пока еще влажная уберите аккуратно все всю лишнюю бумагу карту приклеили клей высох на поверхности и сейчас надо покрыть весь рисунок защитным первым слоем защитным лак нанесен лак нанесен он высохнет и следующим этапом будем покрывать поверхность краской в начале я покрою всю поверхность коричневой краской краской буду использовать меловую синтетической кистью буду ее наносить на поверхность перед работой меловую краску обязательно необходимо взболтать хорошо лак нанесен все поверхности покрыла меловой краской дважды я покрыла вот эти большие боковинки и дно шкатулки больше в моем случае нигде не надо покрывать второй раз и хорошо просушила сейчас я буду покрывать всю поверхность шкатулки и внутреннюю и внешнюю лаком покрыли всю поверхность шкатулки и внутреннюю и внешнюю лаком покрыли всю поверхность и сейчас оставляем до полного высыхания и после этого приступаем к следующему этапу лак полностью на поверхности высох я покрыла напоминаю и внешнюю и внутреннюю часть шкатулки лаком все полностью и сейчас я хочу выделить вот здесь если вам видно перепад такой переход я хочу выделить красками может быть по талью еще немного буду смотреть по ходу для этого чтобы было аккуратно я сейчас малярной лентой пройдусь по краю так чтобы ровная получилась эта история и так называемые ножки шкатулки до краски было лучше видно они были как бы отделены немножко я тоже сейчас малярной лентой клею они будут мы будем покрывать их поталью поэтому тоже их выделю чтобы было аккуратно в процессе работы все так приступаем малярная лента так малярной лентой все закрыли сейчас я такую тоненькую узкую кисточку два вида краски у меня подбирала с учетом красок на рисунке чтобы это как-то сочеталось связывалось между собой и вот сейчас слегка просто немножко оттенок не старайтесь полностью закрыть хотя опять таки это дело вкуса но моя рекомендация такова немножко дайте оттенка выделите какие-то элементы то же самое я буду делать здесь такая впадина после ножек да тоже ее выделю так если слишком много почему лаком покрыли тоже на очень удобно лишний сразу убрать так сейчас все эти выделенные моменты я покрою аккуратно лаком и перейдем к другому этапу лак высох и сейчас те места где мы вот выделяли краской полусухой кисточкой берем жидкую поталь у меня цвет шампань и немножко немножко будем выделять просто какие-то участки чтобы сделать ее более такой подвижной и воздушной так тоже проделываем и между ножками так замечательно так закрываем так следующий момент есть такая тоненькая золотая ленточка на клеевой основе она ее используют в основном когда делают маникюр украшают ногти но для нас для наших работ иногда ее тоже вполне себе можно применять и вот частично украсили наш рисунок на этом мы еще не заканчиваем с украшением будем продолжать сам в конце еще до делаем украшение сейчас снимаем малярную ленту только с этого кантика верхнего и клеим только теперь вниз наносим клей для золочения на этот кант наши руки и на ножки клей для золочения подсох на поверхности то есть на отли помните да прикладываете палец он чуть-чуть прилипает значит поверхность готова нанесению потали и Там, где мы нанесли поталь листовую, те места должны обязательно покрыть поверх потали, покрыть шелаком, это обязательно. Все оставляем, чтобы шелак хорошо высох. Сейчас мы украсим боковинки шкатулки с помощью трафарета и красок. Краски будем использовать цветовые оттенки, которые мы использовали для выделения вот этой поверхности. И еще немного пудры и, может быть, жидкая поталь. Буду смотреть по ходу. Так, сейчас я немножко добавлю пудры золотой в одну и в другую краску. Хорошо размешать. Она не будет явно выделяться, она будет давать красивый оттенок краски. Для нанесения краски я буду использовать губки. Также можно использовать кисточки, как вам удобнее. Как вы привыкли работать, так пожалуйста. На качество нанесения никак не повлияет. Вот таким образом мы украсим всю поверхность шкатулки, боковинки точнее, все боковинки на поверхности шкатулки. Рисунок нанесен и я подсушила уже его и сейчас пройдусь поверху мелконаждачной бумагой. Убираем пыль и покрываем лаком. Так, лак нанесен и оставляем до полного высыхания. Лак высох и сейчас мы будем наносить поталь с сухой кисточкой по тому же принципу, как мы делали и вот на этой верхушечке. Берем поталь. Я ее взболтала предварительно, не забывайте, поталь обязательно жидкую надо взболтывать перед применением. Оставляем внешнюю часть шкатулки в покое теперь, пусть все высохнет, все друг с другом подружится. И переходим к оформлению внутренней части. Что мы делаем в середине? Для начала наносим клей для золочения. Будем покрывать внутреннюю часть крышки полностью поталью. Но будем работать с зеркальной поталью. Она отличается от обычной. Она продается в маленьких листиках. И она лучше затирается. И, конечно, чуть-чуть другой эффект. Более насыщенный, такой яркий, более золотой что ли. Поэтому при выборе учитывайте эти нюансы. Но вы сейчас увидите, как с ней работать. И для начала наносим, как обычно, клей для золочения. Все так же полностью покрываем. Все покрыли. Как обычно, ждем высыхания на отлип. Я уже разрезала на нужные элементы поталь. И сейчас буду ее наносить на поверхность. Дальше мы обязываем для салития. Почти золочкой. Почти золочкой. Опять. Ну вот, я пытаюсь надпись. Итак, я покрыла всю поверхность крышки зеркальной поталью. То же самое я сейчас буду делать с боковинками внутренними шкатулки. Дно я не буду покрывать, только боковинки и сверху вот эту часть. Значит, главный момент зеркальной поталью, должны запомнить, она не любит слишком сухую поверхность. Она все-таки должна быть чуть-чуть жирнее, чем при работе с обычной поталью. Она отличается по составу, по плотности, она более плотная, она не затирается, так как обычная поталь. То есть, кстати, крошечки вам не помогут в затирании. Но она хорошо затирается в стыках, то есть не будет видно, где вы накладывали листочки. Будет такая настоящая зеркальная поверхность без стыков, без всяких неровностей. И ее покрывать шелаком не надо. Сразу покрываете лаком и на этом все. Переходим к завершающему этапу. Сейчас возьму такую стразовую ленту, нить, даже скорее не ленту. И вот по кругу еще украшу дополнительно крышечку шкатулки. Я буду использовать клей Космофен, можно Супер Момент. Чем удобнее, что у вас есть дома, то аккуратненько зубочистка. Космофен, если вы будете использовать так же, как и я, помните, он очень активный клей. Поэтому работайте с ним аккуратно. Само донышко шкатулки я закрою таким, ну я не знаю, это ткань или это искусственная кожа какая-то. Ну вот такой материал у меня есть, искусственный. Я сделала себе из бумаги выкройку. По ней вырезала ткань. И сейчас приклею к донышку. Опять-таки используйте клей. Ну Супер Момент. Если Космофен очень аккуратно, он может ткани разъедать. Поэтому где-то тестируйте, проверяйте. Лучше, конечно, использовать Супер Момент, Супер Клей. Сейчас украсим середину шкатулки. И для этого я буду использовать цветы. Брошь у меня была. Я сняла зажим. Остались вот такие цветы. И так же по краям стразовой этой ленты, стразовой нитью, только уже другого цвета. Чтобы выделить, красиво оформить все. Так, вначале приклеим цветы. Работа, в принципе, подошла к завершению. Единственное, чтобы она выглядела более законченной, более завершенной, оформленной, скажем так. Я рекомендую немножко затемнить какие-то моменты. Для этого можно использовать битум, патина, назвать как хотите. Все, что у вас есть под рукой, что есть в вас в наличии, тем и пользуйтесь. У меня патина. Сейчас я немножко ее на губку. Слегка. На этом этапе все. Все, теперь необходимо подождать, пока высохнет битум и патина. И если у вас есть желание, покрыть еще один раз защитным слоем лака. Дорогие рукодельницы. Подошел к завершению сегодня видеоурок. В результате у нас получилась вот такая интересная винтажная шкатулка. В середине сейчас я демонстрирую. Вот так. Украшенная. Интересно. Надеюсь, вам было интересно и познавательно. Мне было очень интересно вместе с вами. Жду ваши комментарии, лайки. Также не забывайте подписываться на канал Келубиль Искусство. Так у вас будет стопроцентная гарантия, чтобы не пропустить что-то интересное. И до новых встреч. Давайте творить вместе. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok